Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. Пророк, заключительный Божий посланник, сказал. . Поистине, баян – это красота речи, красота изложения смыслов . Так стоит там частичка . То есть, иногда бывает . Ну, по сути дела переводится как колдовство, но если так, опять же, по-русски сказать, то поистине красота речи, изложения, иногда околдовывает. Это в хорошем смысле, это достоверный хадис. Безусловно, в комментариях говорится, читая аяты, читая хадисы, читая вообще книги. Человек, ну, или слушая какое-то выступление, если человек в состоянии понимать, осознавать, включаться в этот процесс, то на него это такое… Ну, по сути дела, колдовство – это то, что преображает человека, изменяет. Запрещенное колдовство – это то, которое наносит человеку какой-то вред. Но здесь в таком, больше в переносном смысле, что околдовывает, в том смысле, что влияет на него положительно. То есть, хорошая речь, хорошее слово, хорошие смыслы могут очень положительно повлиять и преобразить человека. Именно сихр, как преображение человека в данном случае. И в одном из реваятов вторая часть. И поистине в стихах есть мудрость. Но опять же, то есть не прямо таки во всех стихах, а поистине порой в стихах мудрость. В хикме или мудрости. Да, в одном из реваятов. Поэтому, наверное, опять же, те же самые книги. Ну, во-первых, в исламской культуре всегда была очень важная, очень ценная книга. Всегда была важна и ценна эта речь. Та же самая пятничная проповедь, праздничная проповедь. Вот эта вот и речь, и слушать речь или читать книги, в итоге это может приводить к очень даже положительным и таким хорошим преобразованием. Вплоть до околдовывать человека в хорошем смысле этого слова. Полагаю, что вы, читая аяды, читая хадисы, читая какие-то полезные книги, вы это чувствуете. И каждый из нас чувствует это. То, что в каких-то ситуациях можно послушать какую-то проповедь, послушать какую-то аудиокнигу, почитать книгу. И наше внутреннее состояние, которое было до этого, может быть таким немножко уставшим, опечаленным. Либо вера не прямо на высоких уровнях была. И вот речь или текст нас может оживить, вдохновить, воодушевить, окрылить. Здесь как раз этот смысл и есть . В данном случае , и в другом . То есть в одном случае колдовство, то есть околдовывает в хорошем смысле, а второе – это наполнено мудростью. Так что читать, внимательно слушать – это полезно, но если вы чувствуете для себя в этом пользу. Потому что на одного повлияет одно, на другого совсем другое. Главное, что влияло положительно.